Доброго всем дня! Сегодня у нас 4 августа 2023 года. Харьков. Я продолжала свой видео дневник. У нас сегодня прекрасная солнечная погода, плюс 30 с чем-то градусов. Ясно, без осадков. И вот этот вот циклон, о котором я говорила, добрался уже до Харькова. Просто немножко синоптики там не совсем верно сказали. И я тогда сказала, что вот будет с понедельника жара. Нет, жара немного перенеслась, сдвинулась на несколько дней. Но тем не менее, я очень надеюсь, что такой прям аномальной жары плюс 50 не будет. По крайней мере, ее не передают. Но все равно, у нас лето было довольно-таки холодным. И сейчас плюс 30, плюс 33, плюс 36. Это очень сильно чувствуется, особенно людьми пожилого возраста. Либо кто страдает гипертонией, проблемами с сердцем, проблемами с сосудами. В общем, будьте осторожны, не выходите. На жару с 12 до 4 уж точно не стоит выходить на улицу. Я сама очень сложно в последнее время переношу жару. Возможно, вообще тепловые удары. Вот даже, просто если даже вы не на солнце, а просто находитесь на жаре, и я знаю, что такое симптомы теплового удара. Это страшно. Это когда... В общем, не будем о грустном. Как прошла ночь? Ночь прошла спокойно. Были воздушные тревоги, но взрывов я не слышала в городе. Слава Богу. Я крепко спала. Несколько раз просыпалась. Вроде бы все было нормально. Я еще раз хочу подчеркнуть. Я рассказываю исключительно то, что вижу и слышу я. Поэтому я не последняя инстанция. И мне очень не нравится, когда, допустим, у людей что-то, то, что говорю я, и начинают говорить о новостях, сказали по-другому. А почему вот так? Ребят, я говорю исключительно то, что слышала я, видела я. Я тоже не могу всего слышать и видеть. И знаете, что сказали в новостях, меня вообще не интересует. Вот, кстати, сегодня мне попалась новостная лента. Я решила зайти посмотреть. В ожидании тяжелой зимы. Вот зашла я посмотрела. И, честно говоря, конечно, с утра такое посмотреть. Вот я еще раз решила, что не зря я не смотрю новости. Потому что если сейчас, в начале августа, я, ну, я, мы, мы все будем думать о тяжелой зиме, я, конечно, понимаю, что к зиме надо готовиться. Я об этом все время говорю. Что нужны какие-то подготовительные меры, естественно. И с окнами, и с батареями, и с обогревателями, и с каминами. И, ну, в общем, чтобы был запас всего хотя бы на чуть-чуть. Да, я об этом тоже все время говорю. Потому что я помню, какая зима была прошлая. Тяжелая была зима, очень тяжелая. Но паниковать заранее не стоит. Я так считаю. Нужно все-таки стараться жить одним днем по максимуму. Что значит жить одним днем в моем восприятии? Это значит жить сегодняшним днем по максимуму. Да, вы строите какие-то планы, и я строю какие-то планы. И на завтра, и через месяц, и на зиму, и на следующую весну, и на следующее лето. Мы можем строить какие-то планы. Но все зависит не только от нас. Поэтому я считаю, что нужно жить сегодня здесь и сейчас. Стараться прожить этот день по максимуму. Ну, а так, да, опять говорят, что надо готовиться. Опять, возможно, не будет света и так далее, и тепла. В прошлом году было трудно. Очень трудно, потому что сидели... Ну, естественно, мы это все пережили и остались живы. Но сидели и без света, и без тепла. И, кстати, я хочу еще сказать такой момент. Очень часто мне пишут люди под видео, что мы не видели, что такое война. Мы не видели, что такое война. Это вообще не война. Я, знаете, это очень сильно... Конечно, я пройду мимо такого комментария. Пройду раз, пройду два, пройду три. Но потом сидишь и думаешь, да почему так? Почему? Почему? Ну, вот, знаете, это начинает просто ранить. Ты думаешь, да? Серьезно? Пересмотрите мое видео за 2022 год. Мы не выезжали вообще из Харькова и не спускались в бомбоубежище. Ну, не потому, что мы смелые, я еще раз подчеркну, а потому, что решили, что был ряд причин, уже решили, что будет, то будет. И я не считаю, что мы не видели войны. Мы видели, что такое война. Те, кто был в Харькове в 2022 году, особенно конец февраля, март. Ну, для меня, вот, лично, март, это март, в апреле еще были сильные обстрелы, в мае были обстрелы, да и летом были обстрелы. И поэтому, кто был Харьковем в 2022 году, никогда в жизни не скажет, что мы не видели войны, началась воздушная тревога. Я никогда в жизни никому не пожелаю испытать никому того, что испытали мы. Поймут только жители Донбасса. Кстати, у меня очень много подписчиков оттуда. Никогда в жизни они не написали ни одного плохого слова. Плохие слова про то, что мы не видели войну, пишут люди, которые действительно не видели никогда в жизни войны. Ну, и то я им в ответ желать такого не буду никогда в жизни. Просто некоторые люди, вот даже сейчас, говорят о том, что Харькова нет, Харьков стерт с лица земли. Мне вот недавно написала женщина, посмотрите интервью, лаймы. Она сказала, что Харькова нет, Харьков стерт с лица земли. Это уже, говорят, довольно-таки давно. Потому что то, что было в 2022 году, какие разрушения везде. И на Салтовке, и в центре, и в других районах очень много разрушений. Поэтому, да, есть такие, которые люди говорят, что Харьков стерт с лица земли. Но нет, мы здесь живем и продолжаем жить. Но это, еще раз скажу, не значит, что мы не видели войны. Мне очень не нравится говорить под звук восточной тревоги. Я начинаю нервничать. Хочу сказать такой момент, друзья. Мы это обязательно переживем. Я даже не сомневаюсь. Но вот такие вот испытания выпали на нашу долю. Все равно их надо пройти достойно, остаться человеком. Я об этом говорю все время. И очень надеюсь, что мне удастся это донести еще до тех людей, которые этого до сих пор не поняли. Простите, что вам приходится слушать мой монолог. Ну, такая жизнь сейчас. Я начинала снимать, когда тревоги не было. Поэтому еще такой важный момент. Многие вчера видели, когда Амиран подкрутил барометр, чтобы не было дождя. Вот представляете, у нас показывала стрелочка на дождь. Я ему говорила перед этим, идет дождь. Он его начал крутить, и потом прибегает ко мне, говорит, все, нет дождя. Нет, он сделал барометр, потом стрелочку на яснооблачно. И вчера несколько зрителей написали, если бы можно было найти такой барометр, на котором можно было подкрутить, чтобы войны не было, чтобы наступил мир. Чтобы так вот стрелочка война, вот так вот подкрутилась стрелочка мир. Мне бы очень хотелось тоже найти такой барометр. Я думаю, что все-таки все в руках Божьих, и это возможно. Это возможно. Поэтому присоединяйтесь к моей молитве в 7 часов вечера по Харьковскому времени. Вы знаете, я это делаю уже с 22 или с 21, с 21 июня. Я знаю, что многие подписчики тоже присоединились к этому нашему ритуалу. Хочу всем пожелать хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром. Друзья, хочу попросить вас подписаться. Кто еще не подписался на мой канал, кто еще по-прежнему 40 с чем-то процентов, остаются без подписки. Подпишитесь, если вам не сложно. Зарегистрируйтесь. Сделайте аккаунт, Google аккаунт, и зарегистрируйтесь в YouTube. Тогда вы сможете просто нажатием одной кнопки подписаться на мой канал. И не забывайте поставить лайк.